Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный». Не забудьте подписаться на наш канал, порекомендуйте друзьям, ну и, конечно, поставьте лайки, чтобы YouTube немножечко поднял наше видео, наш канал, это не ради красного словца, для того, чтобы наше послание, наше слово распространялось. Сегодня Bishop Online, наша регулярная программа, которая, к сожалению, не всегда выходит регулярно, но мы исправимся. И сегодня тема программы, тема моего обращения к вам, она как бы в продолжение последнего нашего эфира, который я назвал тогда «Кровь его на нас и детях наших, кровь их». И я говорил о том круглом столе, который прошел в стенах Государственной Думы, на котором присутствовали в основном все представители всех религиозных конфессий нашей большой страны. И тема была посвящена специальной военной операции в Украине. И то, что я увидел, то, что я услышал, повергло меня самого в шок. Вот это видео, которое сейчас я хочу вам представить, я не знаю даже, что оно у меня вызывает, какое-то отчуждение, какой-то рвотный эффект. Мы намеренно не давали вам видео, только было мое объяснение статьи в одной газете, которая очень точно расставила акценты на всем. Но давайте посмотрим несколько выступлений, в том числе и выступления протестантского епископа, которого вы узнаете все, и я не знаю. Сделайте выводы сами, сможете вы это переварить как-то, сможете ли вы как-то соотнести это с собой, со своей верой, со своими ценностями, я так скажу, со своим сердцем или нет, ну, решайте сами. Вы посмотрите, что они проповедуют. Даже они Украине поклоняются как Богу, Украине. У них молитва Украине не о Украине, не об Украине, а Украине. Понимаете? Даже возьмите вот их трезубец. Что такое этот трезубец, который у них на гербе Украины? Я заканчиваю, подождите. Этот трезубец не что иное, как сокол рарога, лже-бога скандинавской мифологии. Об этом же никто не говорит. А кто эту скандинавскую мифологию внес в Украину? Это австро-венгерская пропитка, которая еще в 19 веке туда была внесена, национальная. Поэтому, друзья мои, надо заниматься серьезными научными исследованиями, в том числе в религиозной и этнической сфере, и давать реальные ответы на все эти серьезные вопросы. Потому что, если мы не будем называть вещи своими именами, то нам так и будут говорить, что мы якобы воюем, христиане воюют с христианами. Ничего подобного. Нацисты не христиане. Аминь. Я хочу сказать, что мы, мусульмане России, представители всех муфтиятов, все муфтии России должны говорить одно. Если мусульманин, который принимает участие в военной операции по искоренению вот этого нацизма, фашизма, сатанизма, я хочу заметить, что под этими флагами американцев, европейцев собрались кто там. Кто там вообще? Там нацисты, фашисты, сатанисты, ЛГБТ-сообщества, хавариджиты, ваххабисты, все черные шайтаны там собрались. Поэтому это борьба с глобализацией вот этого сатанизма. Это борьба, война между добром и злом. Поэтому у мусульманина, у которого намерение ради Аллаха, ради Корана, ради пророка Мухаммада, ради всех ценностей, он является мужаидом. Это и есть джихад, который на пути Всевышнего Аллаха, и павший в этой битве будет шахидом. Это надо нам освещать, это надо нам просвещать нашу молодежь, чтобы люди правильно понимали, вот если мы, сплотившись, выиграем вот эту информационную войну, то победа будет за нами. Если мы будем, как некоторые религиозные деятели, сидеть на заборах, туда-сюда смотрят, кто выиграет. Они говорят, мы за мир. Хороший лозунг за мир. Но кто это за войну? Мы против войны. Мы знаем, что такое война. Но мы за то, чтобы мы жили в мире, но без этих скверных, вот этих сатанистов, которые оскверняют имя Всевышнего, оскверняют все конфессии, все ценности, все духовности. Поэтому надо говорить прямо. Я просто немножко хочу сделать примечание насчет выступивших. Мы не имеем ненависти. Да, мы не испытываем ненависти по отношению к человечеству, к людям. Но мы испытываем ненависть по отношению к вот этим шайтанам. К ним любовью мы не питаем. Их надо просто, с ним один разговор. Их надо обезглавить. И все. Ахмад, сила, Аллаху, Ахмад. Спасибо огромное. И очень поддерживаю все, что было сказано моими коллегами по религиозному цеху, если так можно выразиться. Спасибо огромное, Ольга Викторовна. Спасибо, Альбир Хазрат и все те, кто вот организовали. Вы знаете, в Священописании, в Деянии Апостолов написано, Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. И я уверен, что мы все одной крови. Это не только Киплинг сказал в своем знаменитом произведении, но весь мир одной крови. Президент Российской Федерации недавно в Лужниках напомнил нам всем слова Священного Писания из Евангелия от Иоанна, где сказано, нет больше той любви, кто отдаст душу свою за друзей своих. Это то, что сейчас происходит в наше время, в нашей реальности. Много лет назад была создана такая большая международная организация «Мир без нацизма». Я там представляю нашу конфессию, и для меня это принципиально важно. Даже не потому, что мои деды погибли в 41-м, один другой в 43-м, даже не потому, что моя сестра живет в Донбассе, а мой племянник, он пастор церкви там, и другие мои родственники живут в Мелитополе, в Киеве, во Львове, даже не поэтому. А я понимаю, что мы все одной крови, и другой возможности защитить правду у нас сегодня нет. Один из святых отцов церкви сказал, «В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь». Я уверен, что мы все движим и любовью. И другого чувства, вот правильно сказал уважаемый батюшка Инок, Киприан, у нас нет ненависти, мы движим и любовью. Но это та любовь, которая уничтожает зло. Поэтому я предлагаю, вот, уважаемая Ольга Виттеровна, вот проект, который вы нам разослали, нашего заявления «Мировые религии против возрождения фашизма» и распространения идеологии неонацизм в 21 веке взять за основу нашего заявления ко всем мировым правительствам и религиозным деятелям в мире. Спасибо. На сайте РосХВЕ немножко другое выступление. Они обрисовали все, но сегодня это видео, оно заверет силы. Я не хотел, чтобы опять говорили, что епископ Альберт, вы, наверное, обижены Нариховского. Я ни в чем не обижен. Я благодарен Богу, что Бог вывел меня, что крови, невинной крови, сотен, тысяч украинцев, которые сегодня гибнут, нет на моих руках. А что с вами, дорогие братья? Что с вами, Духовный совет РосХВЕ? Что с вами, полпреда или полупредателя, я не знаю уже, как вас назвать. Вы представляете не Союз, вы представляете этого человека, которого я даже по отчеству не могу назвать. Вы все слышали сами. Не я придумал, не я это сказал. Вы знаете, что он делает? Он мажет всех одной кровью. Он не случайно заговорил об этой крови. Он вплел сюда своих родственников, своих близких, чтобы еще больше посеять ненависть, вражду между теми, кто живет в Мелитополе, на Донбассе, в других городах во Львове, о которых он сказал еще. Он хочет показать, что они такие же, как и он. Что их любовь должна уничтожить всех этих нацистов или кого бы там он ни называл. Это любовь, которая должна убить, которая должна уничтожить детей, женщин. Это любовь разрушает дома, людей, больницы, роддома. Это разве любовь? Я слов не нахожу, друзья. Я вот под этим впечатлением, как и вы. Я видел это все, но я ждал, пока это видео кто-то найдет и завирусит. Очень много, сотни, тысячи комментариев. Вы увидели настоящее лицо этого продажного человека, этого политика, нерелигиозного лидера. Я не побоюсь этого слова, который продал всех и вся, и Христа в том числе. Он соглашается, он говорит, да, это джихан. Да, это война с неверными. Да, это с какими-то, как православный человек сказал, со скандинавскими богами с какими-то. И это что, достойно уничтожения? Это что, достойно убийства? Это что? Это что такое в стенах Государственной Думы Российской Федерации? Друзья, это христианство? Это любовь или это манипуляция? Подлого, мерзкого. Я не знаю, какие слова вы найдете для себя. Я читал много комментариев, к сожалению, я не могу повторить ваши слова. Вы дали, наверное, 100% правильную оценку, исходя из вашей совести, из ваших эмоций, исходя из того, что есть в вашем сердце, прослушав вот это вот выступление так называемого начальствующего епископа. Я оставил, я ушел, я вышел, я не смог больше там быть, все это слышать, слушать. И вот в сегодняшнее время все это еще больше и больше проявилось. У меня большой вопрос к полпредам. А что вы делаете там? Он всех вас сегодня обмазал одной кровью. Вы сегодня, Дмитрий Шатров, Андрей Дериенко, вы сегодня, Мацула, Рик Реннер, Олег Попов, Неретин, Василий Витюк, вы сегодня ратуете за эту кровь, вы сегодня благословляете убийство и называете это любовью, потому что вы там, потому что вы в этом совете нечестивых, вы поддерживаете это, вы называете это духовным советом. Вся ваша духовность лишить кого-то жизни, вы соглашаетесь, потому что вы часть этого. Есть полпреды. Полномочия представителей не РосХВЕ, как кто-то их написал. Не, это значит начальствующего епископа. Это не РосХВЕ. Вы работаете на этого человека. Я не называю его больше по отчеству. Для меня его брат Владимир Васильевич заслуживает того, чтобы этого человека называть по отчеству. Член президентского совета по правам человека. В первые дни этой военной операции назвал войну войной. Подписал. Там 14 человек юристов, которые входят в этот совет. Они написали свое несогласие, они потребовали прекратить войну. Я пожал ему руку, я недавно встречался с ним, с искренним уважением, что он не позорит память своего отца, как позорит его старший брат. Могу ли я это говорить? Я могу, как и вы все можете. Вы пишете это в Фейсбук, и вы опубликовываете это, вы говорите об этом. Потому что я тоже человек, и меня тоже возмущает то, что там происходит. Союз. Это РосХВЕ, он потерял уже давно свои цели, свои задачи. Братья, вы все собирались, всегда знали и говорили, что Риховский это не человек видения, это политик, это номенклатурщик. То, чем он и занимается сегодня. Он променял эти хорошие кабинеты. Эти фуршеты, эти бутербродики на Слово Божие, на истину, на чистоту. Я считаю, там были только два протестанта, и был еще представитель адвентистов, мы не показали ничего еще пока. Они только двое были. По моему разумению, да лучше бы он сидел дома, лучше бы он соврал, и сказал, что я болен, что у меня ковид, что я не могу. Или лучше бы себе ногу прострелил, но не пошел туда, и не говорил того, что он наговорил уже. Он вплел туда своих родных и близких, которые проживают в разных частях Украины. Он, знаете, что он сделал? Он посеял вражду сегодня в их сторону, чтобы украинцы, христиане, пастыри, епископи считали, они знают, кто его родные, они знают, какие церкви они возглавляют, где они служат, чтобы они стали к ним относиться предвзято, предвзято, ненавидеть возможно. Это то, чем занимается сатана. Клеветник братьев наших. Этим занимается так называемый начальствующий епископ. Я однажды нашел его фамилию Греховский. Она с грехом связана, не с чем-то другим. У меня нет просто слов. Я читаю комментарии. Это выступление стало вирусным в протестантской среде. Все посмотрели, все увидели. И все мы ужаснулись с вами. Я понимаю, что этот союз Росхвей надо переучреждать. Кто-то говорит, ты призываешь выходить, а куда выходить? Друзья, сегодня закон вообще не требует, чтобы вы были членами централизованных религиозных организаций. Ладно, это так, к слову. Вы можете просто существовать. Закон дает право. Вы можете обвиняться в другие. Братства, союзы. Действительно, братства настоящие. Не вот это вот. Наверное, на днях я прочитаю вам заявление Украинского Совета Церквей Слова Жизни, которые высказали свою позицию. И эта позиция отличается от трусливой, мерзкой, противной позиции Слова Жизни здесь, в России, в Москве. Я тоже оставил это. Я вышел оттуда. Я не могу там быть с этими Мацуллами, Поповыми, Мартюничевыми и другими, которые там все мир и мир, вот как сегодня один Мула или Шейх, я не знаю, он говорил об этом. Муфтий, Северно-Чечни, он говорил об этом. Мир, мир на заборе сидят. Не имеют позиции, не могут назвать. Добро добром, зло злом. Во что вы превратились? И все это за 30 серебряников, за эти деньги, которые вы собираетесь с людей, за свои зарплаты, за дома, за квартиры, которые вы себе здесь понастроили, за студии, которые вы себе строите, нарушая все законы и законодательства. Плюя на законы человеческие и на законы Божии. Вы за это все? Неужели вы Бога не боитесь? Неужели вам не стыдно вот жить? Я не нахожу слов. Жить как люди, жить по-человечески. Это люди? Это слова человека? Это какие-то нелюдские слова, прикрывающиеся? Главное – любовь. Любовь уничтожать зло. А что зло? Вы придумали. Они фашисты, они нацисты. Еврей-президент вам, фашисты-нацист. Пол его администрации – евреи. Они фашисты-нацисты. И потом вы занимаетесь антифашизмом. И потом вы входите в разные христианско-юдейские диалоги и доказываете, как вы любите еврейский народ, желая уничтожить президента, еврея, независимой страны, независимого государства, обзывая его нацистов, фашистов и членов его правительства и кабинета, которые в большинстве своем евреи. О чем вы говорите? О какой любви вы говорите? Ненависть, злоба и кровь капает с ваших рук. Кровь невинных украинцев, невинных жертв этой войны или военной специальной операции, как я должен говорить. Чтобы Роскомнобзор посмотрел и сказал, да, все правильно. Чтобы власти государственные увидели это все. Многие знают мою позицию. Украинские церкви знают. Потому что когда братья попросили, кто-то отзовитесь, пожалуйста, поучаствуйте в обмене пленных, я первый отсозвался. Я сказал, братья, я готов. Вот я. Возьмите меня, используйте меня. Я готов был рядом с вами. Я готов работать с правительством. Мы написали там, сделали свои выступления, заявления и все. Я назвал вещи своими именами. Я понимаю, что происходит, как многие из вас. Страшно? Я не знаю. Возможно. Но знаете, есть чувство, которое сильнее страха. Не у всех. Я понимаю. Я понимаю многих братьев, пастырей, которые говорят, а что я могу сделать, а что я выйду, а что я скажу, а церковь разбежится, как вот они на своих духовных советах. Вы знаете, они только об этом и говорят. Чтобы не потерять свою паству, не потерять деньги, не потерять десятины, не потерять пожертвования, чтобы жить им хорошо, кушать сладко. Посмотрите, все их фотографии, все их инстаграмы. Все их только и завалены. Они в ресторанах, они едят. Где бы они ни находились. Они отправили своих детей уже в США, в Европу. И кто-то сами туда уехали. Помощники Риховского. Павел Рындич. Там в США. Вроде говорит Павел, я тебя знал как честного человека всегда. Тебе, братья, украинцы, предложили, давай купим билет. Приезжай сюда, в свою церковь, в свою страну. Не ваше дело, не лезьте в ней. Может быть, это тоже не мое дело. Я знаю, ты смелый человек. Ты первый из русских епископов начал разговаривать с контуженным пастором, как его называют, с Геннадием Махненко. Ты не побоялся гнева и всего. Что сегодня с вами происходит? Вы оправдываете ваши проповеди, полны ненависти, вы поддерживаете войну. Вы в какого Бога верите? Вы в Марса верите? В Бога войны? Вы там сегодня? Вам осталось только раздать оружие? Я знаю, что в некоторой церкви уже гробы начали приходить. Матери, ваши прихожанки начали получать своих ребят. Мертвыми. Мне звонят сегодня, рассказывают. Епископ, а что я должен сказать? Мне пастор звонит. Мне епископ сегодня по дороге, пока я ехал в студию записываться. Звонит. Я говорю, не знаю, что сказать. Я говорю, не выдумывай, скажи. Скажи честно, что ты не знаешь, почему так вышло. Он в гробу мать получила сына, который ходил, молился, посещал наши церкви. Вы их благословляете. На что? На что? Вы забыли, что там братья, что там церкви. Не делайте этого безумия. Не пляшите под дудку. Я не знаю, как назвать этого человека. Я не знаю. Видите вы, как рога проявляются на его голове уже. Там клейма негде ставить. Он продал всех и вся уже. Я об этом давно говорю. Это не моя личная обида. Я не такой человек. Мне стыдно сегодня за церковь, за нашу церковь в России. За трусливую, за боящуюся. За церковь, которая хочет угодить. Кому вы хотите угодить? Духу войны? Это ненависть. И сегодня мой дорогой друг, мой брат, пастор Ташкентской церкви, который находился какое-то время в Украине, проходил лечение, и сейчас выехал из страны. Пастор Денис Подорожный, он обратился к Сергею Риховскому или Гриховскому с письмом. Он обратился к нему. Он знает этого человека. Да не только он. Пастор Артур Симонян уже давно набрался смелости, выступает и говорит, и называет вещи своими именами. Вы скажете, ему в Армении легко войну войной называть, нам в России это запрещено. Подумайте над этим. Кто вам что запрещал? Вспомните первую церковь, когда запретили заговорить о Христе, когда вообще запреты начинаются. Они сказали, кому нам больше подчиняться? Кому нам больше слушаться? Сегодня Артур Симонян выступает и говорит везде, и не стесняется, и не боится, потому что он пережил сам. Он говорит, когда в мою церковь пришли восемь человек, восемь молодых ребят, я бы сам похоронил, на могилу к ним езжу с родителями. Мы пережили войну, которая была у нас в Армении. Другие братья вспоминают, войн много сегодня, но они не боятся говорить и называть вещи своими именами. Здесь трусливые, здесь мерзкие, здесь такие вот шкурные, я не знаю, пастыря, епископа, кто они? Сами себя поназывали. Я говорю это точно и откровенно, потому что в Слово жизни России они сами себя провозгласили, сами себя рукоположили. Знаете, я был на этих служениях, я говорю, что вы делаете, как такое вообще возможно? Возможно, мы от движения себя рукополагаем. Те, которые не верили в епископов, после каждого собора Мацулла говорил, мы не верим, пастырь Рюльф не верит, пастырь Рюльф не верит, никаких епископов, мысловы жизни, у нас ДНК. Вдруг уверовали, вдруг сам стал епископом. Благодарю Богу, что я в начале, в середине 90-х был рукоположен и благословлен на это служение. Никто из них ко мне никакого отношения не имел, и я ничего общего с ними не имею. Почему вы до сих пор в этом Духовном Совете? Сегодня кровь на ваших руках. Кровь невинных людей, невинных детей, убитых, замученных, изнасилованных. Пастор Денис подорожно написал такие слова. Он называет его по отчеству Сергею Васильевичу Риховскому. Я бы так не написал, у меня просто сил моральных больше нет. Называть его. У него был отец, который сидел, страдал, который выступал против этого безбожного государства. Который никогда бы не оправдал войну. Который, наоборот, говорил мальчишкам. Ребята, есть? Да, да, нет, нет. Не клянись ни небом, ни землей. И они тогда, писятники, баптисты, они не принимали присягу. Они шли в тюрьмы, они шли в дисбаты. Потому что не хотели принимать присягу. Сегодня многие на показ выставляют. Как плюете на Слово Божие. Идете своих детей, благословляете. На присягу, на войну, на все остальное. Вы уж определитесь, крестик или трусы. Я говорю метафорически, вы понимаете, о чем я говорю. Я знал вас лично. Пишет пастор, друг, человек. С большой буквы. Денис Подорожный. Много служили и общались лично. Но с 2014 года вы заметили, что мое отношение к вам изменилось. Причиной стало то, что служитель Божий должен оставаться слугой Господа, а не прислужником Господ. Одно дело, когда вы искренне трудились для Господа и помогали церквям. Это было здорово и похвально. Сегодня на ваших руках есть кровь убиваемых украинцев. Ваши лицемерия в данной ситуации послужили основанием для лжи или молчания многих христиан. На конференции против фашизма вас охарактеризовали, как человек душой за Донбасс. И вы цитируете, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Напоминая о том, что данный стих писания был процитированным президентом убийцы. Я должен оговориться, это слова Дениса Подорожного. Кого он имеет в виду, я не совсем понимаю. И звучало это просто кощунственно. Ваше заявление пояснило всем, что все мы одной крови, и главное, что другой возможности у нас защитить правду сегодня нет. То, что вы сделали, является мерзким, бездуховным, отступническим действием в глазах Бога и всего христианского мира. Вы знаете, что было в Буче, Харькове или в Мелитополе. Это вопрос. Это вопрос ему. Вы слышали про убитых, замученных, изнасилованных местных жителей. Сегодня более 4,5 миллиона украинцев вынуждены бежать от вашей любви в другие страны. Вы вообще отслеживаете информацию, как разрушались христианские молитвенные дома, школы, санатории? И сколько было убито детей? Вы в теме? Ваше первостепенное желание найти мир для Церкви России давно увело вас от истины. Ваш отец был земным примером и защищал Евангелие. Вы же, наоборот, ищете возможность усидеть на двух стульях так, чтобы и не быть гонимым, и красиво прикрывать компромисс с цитатами из слова. Я разочарован. Но имею надежду, что у вас есть еще время благодати. Пока вы еще не ушли в вечность, найдите в себе смелость для покаяния в вашем лицемерии, которое так искусно прикрывается вашим красноречием. Денис цитирует книгу притчи. «Вот что ненавидит Господь, что мерзость в душе его, глаза гордый, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную». Просто знайте, памятные книги пишутся не только у Бога, но и в памяти всех тех людей, кто сегодня наблюдает за вашим служением на земле. Вот с таким обращением, с открытым письмом обратился пастор Денис подорожим. Я всем сердцем поддерживаю это. Всем сердцем, всей душой. Я понимаю, какой болью отзывается у пастора Дениса то, что он видел, когда бежал в первые дни из Киева с семьей, когда дети остались там в метро, и он не мог их забрать. Мама в самой гуще событий, под бомбами, под градами, под ракетами, под обстрелами. Люди знают, у них есть совесть, у них есть имя. Они люди, они человеки. Они не продаются за кусок похлебки, за то, чтобы прийти, посидеть, послушать, чтобы тебя похвалили, сказали кто ты, что ты и какой ты. Недавно этот человек приезжал в нашу область более месяца назад, собирал там у своего полупредателя неросховые, неросховые. Собирал пастырей, которые сегодня также обазны кровью. Мне было так интересно видеть люди, которые рядом со мной служили, которых я вкладывал часть своей жизни, своей души. Вы, русские, армяне, бежали на перегонки, чтобы сфотографироваться, постоять с человеком, у которого душа мясника. Душа полна крови, ненависти. Там нет любви. И вы бежали на перегонки, встать рядом. Вы мне клялись, что для вас пример пастора Артур Симонян. И показывали, кто для вас пример. Что для вас сегодня пример? Ненависть. Сколько я комментариев получил? Это возмездие. Они сами заслужили. Что они заслужили? Мне вспоминается, горький сегодня мэм ходит в сети где-то, когда Бог возвал Каину. Каин, где брат твой? И Каин спокойно говорит, я убил его, а иначе бы он напал на меня. Я убил его, а иначе бы он напал на меня. И сегодня ваши руки в крови. Друзья, я знаю, что такие встречи в каждой области происходят периодически, в каждой области Российской Федерации. И вы все сегодня, все, кто бежит на перегонки, чтобы встретиться, побыть, так сказать, под крылом, подтереться, чем? Помазанием, благостью, любовью. Чем вы наполняете свои сердца? Что вы приносите в общину? Я знаю, что есть честные люди, их много. И меня удивляет до сих пор, что кто-то из вас до сих пор не отказался быть полпредом или полупредателем. Работать на этого человека, если можно это еще назвать человеком. Не на союз, не на братство. Ваша должность так называется. Я удивляюсь. Хотя, чему там удивляться? Этому московскому междусобойчику, этим старосистемникам, эсэсовцам, Деремов, другие братья. Опомнитесь, очнитесь. У вас сегодня есть возможность еще покаяться. Ваши проповеди, они входят, ваши слова, где вы все это благословляете, где вы обо всем этом говорите. Вы сегодня вместе, вы объявили джихад, священную войну против какого-то там бога с трезубца, которого вы не знаете, в 18-19 веке. Это древний символ христианства. Еще Москвы не было, а этот был уже. Три зубца, три единые, да? И вы теперь толкуете это вот как это, или как то, или как третье, другое. Пусть толкует кто хочет. Неужели вы настолько неграмотный, малограмотный, забитый, затюканный в своей совести, в своем уме, что вы такое позволяете себе в уши вкладывать? В конце он благодарит, что мы все поддерживаем тот документ, который вы нам разослали. Послушайте еще раз. Не они его писали, но они его поддерживают. Им разослали, вот они сидят, обсуждают этот документ и благословляют. Да, мы все вместе по цеху, цеховики. А что у них за цех такой религиозный? Животных кошерных убивают, что ли? Или некошерных? Или халяльных? Я не знаю. Чем вы там занимаетесь? Что за цех у вас? Цех, где вы ходите, потом ходите, благословляете оружие, самолеты, танки. Святым им уже приделали на небесах. Кто за ядерное оружие отвечает? Кто за какое другое оружие отвечает? Вот что у них за цех, друзья. Церковь, проснись, трепенись. Пастыри, добрые, братья, у кого еще осталось немножко разума, и хоть капля совести, очнитесь. Этот человек, я вам расскажу историю, наверное, пытался всячески и пытается до сих пор опорочить мое имя везде и всюду. Уже подняли на федеральный уровень, везде строчит на меня докладные, бумажки всякие. Мне передают разные люди, говорят об этом. Считают меня какой-то силой, которая борется с ним. Я не борюсь с ним. Я хочу видеть церковь, церковь в России, в Украине, чистую, святую, любящую Христа, верных ему людей, граждан неба. Наше гражданство на небесах. Мы сидели в кабинете, это было еще до моего ухода. Мы пришли с представителем Евангельского альянса, я трудился и помогал, я понимал, какой это важный труд. Другие отношения, альянсные отношения, отношения построены по горизонтали, не по вертикали. Не ты начальник, и я начальник, ты дурак. Не на этих основаниях, а на основе братской любви, действительно, любви от Бога. И знаете, одна претензия была ко мне, они сели втроем, главный советник, начальствующий пископ, полковник ФСБ. Он сам лично, я не буду это имя называть, и сидел рядом еще наш, конечно же, полковник из НАТО, Павел, брат наш, Реннер, который возглавляет в Росхвее церковный суд. Наш инквизитор, святой инквизитор, конечно, брат американец, Пашу, я очень хорошо знаю, его просто тянут, и его также обмазывают везде этой кровью, от которой они никогда не отмоются. Никогда. И они сидели. Единственная претензия мне была, за то, что в рамках проекта «Право на молитву», на котором выступали все, и мусульмане, и христиане, мы говорили о трудностях, о проблемах в регионах, со строительством молитвенных домов, мечетей, буддийских храмов, много разных представителей, католики были, лютеране были, много разных людей было. Мы сидели в кабинете у человека, наверное, мало кто из вас знает, что он награжден лично Рамзаном Кадыровым медалью, и который на белом глазу мне сказал, «Альберт, что ты делаешь? Ты не знаешь, кого ты поддерживаешь?» Я подписал письмо с просьбой выделить нашим русским татарам в Ленинградской области землю под строительство мечети. Знаете, кто на меня ополчился? Они ополчились. Армяне потом на меня ополчились. Что это? Это фашизм в чистом лице. Ты за татар, ты за них, ты... Да, и мне этот человек говорит, ты не знаешь их. Я ни одного письма в поддержку их не подписал. Они все террористы. Он сказал это при всех. Вот она, она правда. Сидеть, я всех поддерживаю, я соглашаюсь со всеми, что сказали здесь. Им надо отрезать всем голову, я соглашаюсь, я поддерживаю это все. Этим шайтаном, этим всем. А где-то в другом кругу злословит, проклинает. А потом еще и хвалится медалькой, которую он получил. Герой Чеченской Республики. Я никого не хочу обидеть из чеченцев и не имею даже этого намека. Я говорю о человеке, который вот так себя ведет, так себя показывает. Это ужас. Это мерзость перед Господом. Это, это сами решите, что это для вас. Я принял решение, на днях я сделаю несколько заявлений. Я уже начал работать над сборкой Национального Евангельского Альянса, где нет всех этих фамилий, Греховских, Брехловских и прочих Овских. Там будут много достойных братьев, уже много регионов подтвердили свое согласие, участие. Песятники, баптисты, евангельские христиане, нерегистрированные баптисты мне звонят и пишут, мы тоже хотим работать вместе, трудиться. Есть очень много, что нас объединяет, что мы можем сделать сегодня для нашего народа, но только не это. Только не это. Я не хочу быть там, я не хочу быть среди них, и я не буду среди них. С кем вы, решайте сами. Это эмоционально, но другого у меня нет сегодня для вас. Других чувств, других эмоций, других слов я не нахожу увидеть вот это мерзкое, богопротивное заявление. Храните свое сердце, если можете еще. От всего. Да благословит вас Господь. С вами был я, епископ Альберт Раткин. Люблю вас и благословляю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!